Да, большое спасибо. И прежде всего, большое спасибо организаторам за возможность быть частью этого замечательного события. Я бы хотел продолжить поднятый вопрос про энергетический барьер, но в части того, какое влияние могут оказать и как могут быть полезны нам квантовые технологии, в каком они на текущий момент времени находятся в статусе, какие задачи перед нами стоят, чтобы квантовые компьютеры стали эффективным инструментом для помощи в расчетах в цифровом материаловедении и других, связанных с этим задачами. Вообще, большинство презентаций, посвященных квантовым компьютерам и попытке привлечь к этой области внимание, начинается примерно одинаково с одной и той же сакраментальной формулы. У нас есть наши классические полупроводниковые компьютеры на кремниевых транзисторах. Количество этих транзисторов растет. Каждый некоторый период времени это известно как закон Мура. Одним из драйверов этого роста количества транзисторов является миниатюризация. То есть мы каждый раз переходим на технологии все меньшего размера. Вот сейчас там есть 3 нанометра, 2 нанометра. И из-за того, что размеры транзистора приближаются к атомным размерам, мы достигаем предела производительности наших привычных суперкомпьютеров и дальше развиваться не можем. Я бы сразу хотел сказать, что это с моей точки зрения не очень корректно. Потому что тот факт, что есть миниатюризация, совершенно не означает, что каким-то образом останавливается возможность прогресса в области классических, как мы называем в нашем сообществе, классических полупроводниковых компьютеров. Почему? Ну вот банальный пример. Мы можем перейти от двумерной системы к процессорам к многослойным и тем самым наращивать количество транзисторов еще много лет. Все еще можно перейти на технологии меньшего размера. Можно оптимизировать архитектуру процессора, и это дает еще 30-40 лет спокойного развития суперкомпьютерных вычислительных технологий. Вопрос лишь преодоления тех технологических сложностей, которые есть. Поэтому, когда говорят, что квантовый компьютер нам нужен из-за того, что закон Мура больше не позволяет развивать классические компьютеры, я бы к этому утверждение относился бы критически. Квантовый компьютер нам нужен совершенно не поэтому. Квантовый компьютер нам нужен, потому что даже если продолжать развивать классические суперкомпьютеры и развивать их быстро, часть задач, определенные классы вычислительных задач, по всей видимости, так и останутся для них сложными. То есть речь идет не о том, чтобы заменить классический суперкомпьютер, речь идет о том, чтобы ускорить и дополнить его новым элементом, квантовым компьютером, для решения определенных классов вычислительных задач. И пример этих задач я сегодня хотел бы о них немножко сказать. Собственно, еще один терминологически важный аспект. Часто когда мы говорим классический компьютер, квантовый компьютер, представители такого направления, как квантовая электроника или квантовая оптика, справедливо замечают, что сами транзисторы являются, по сути, квантовой технологией. И их появлению лазеру и транзистору мы обязаны по возникновению квантовой физики и так далее. Однако управление как в лазере, так и в транзисторе идет коллективными квантовыми объектами. То есть коллективными квантовыми системами. Большим количеством фотонов в случае лазера, большим количеством электронов в случае транзистора. А вот современные квантовые технологии, собственно, то, на чем мы строим квантовый компьютер, это управление не коллективными квантовыми свойствами, а отдельными квантовыми объектами. Отдельными атомами, отдельными фотонами, отдельными электронами, отдельными молекулами или даже отдельными степеньями свободы этих систем. Почему это важно? Потому что, управляя отдельными квантовыми системами, можно напрямую соприкоснуться с их такими парадоксальными свойствами. Например, с суперпозицией. Можно создавать суперпозиционное состояние, скажем, атомов, когда электрон одновременно возбужден на одном энергетическом уровне, на другом энергетическом уровне. Второе – это квантовая запутанность. Это возможность проявления очень сильной корреляции, взаимосвязи между квантовыми системами. Но для того, чтобы такие вот особенно многочастичные суперпозиционное квантовое состояние создавать, нужно защищать систему от внешнего воздействия. Поэтому квантовое состояние типично хрупкое, их нужно каким-то образом защищать от ошибок. Что затруднительно, поскольку, например, копировать заранее неизвестное квантовое состояние нельзя. Поэтому работа с отдельными квантовыми системами действительно некоторая другая технологическая область предполагает решение других задач. Собственно, квантовое вычисление – это не единственное направление, которое в квантовых технологиях существует. Есть еще квантовая коммуникация – это передача информации при помощи квантовых систем, который гарантирует невозможность неконтролируемого прослушивания. То есть если кто-то будет прослушивать, мы это обнаружим. И еще одно направление квантовая сенсорика – это возможность измерять параметры окружающей среды с высокой степенью точности, потому что квантовые системы довольно хрупкие. На самом деле это следствие того, что любое малое изменение даже электромагнитного поля может быть одиночным, квантовая система зарегистрирована. Поэтому три направления. Но вместе с Росатомом в рамках дорожной карты по квантным вычислениям мы двигаемся в сторону строительства квантового компьютера. А классический все еще нам нужен, чтобы показывать презентацию. В это направление активно инвестируют крупные компании, государства. В России, как я уже упомянул, с 2020 года под руководством Росатома реализуется дорожная карта по развитию квантовых вычислений. Такая программа консолидирующая исследователей и разработчиков этой области по всей России. Более тысячи человек сегодня вовлечено в решение задач, связанных с построением квантового компьютера. Но такие программы регулярно возникают в мире. И в крупные технологические страны они это направление активно поддерживают. Важно отметить, почему квантовый компьютер в принципе нам может быть полезен. В чем идея его использования. Дело в том, что основным элементом квантового компьютера является так называемый кубит или квантовый бит. Это суперпозиционное состояние нуля единиц. То есть помимо состояний ноль или один, доступных нам классически, у нас есть возможные комбинации этих состояний. Причем, что важно, эти комбинации создаются некоторыми комплексными числами, которыми мы можем управлять. То есть если бы это были просто обычные натуральные числа, это был бы вероятностный компьютер, в котором каждый бит с какой-то вероятностью ноль, с какой-то один. Там мы управляем вероятностями. Здесь мы управляем то, что называется амплитуда вероятности. Это комплексное число, которое в квадрате по модулю дает вероятность. Вот это важное отличие квантового компьютера от классического вероятностного. И что важно, если взять квантовые объекты и взаимовязать их между собой при помощи квантовой запутанности, то для описания, для того, чтобы просто описать такую систему, требуется два в степени комплексных чисел. То есть, чтобы просто охарактеризовать состояние квантового регистра в какой-то момент времени. Это очень большое число, которое для числа 50, то есть два в степени 50, требует уже огромной памяти. Поэтому каждая вычислительная операция над таким состоянием требует больших классических вычислительных ресурсов. И тот факт, что такая система сама по себе является сложной, а мы ее можем программировать, это идея, почему квантовые компьютеры могут превосходить классически. Часто в угоду популяризации говорят, что квантовый компьютер быстрее, потому что он перебирает все варианты одновременно. Это не совсем правильно, не совсем корректно так говорить. На самом деле потому, что описание регистра квантовой системы само по себе сложно, а мы можем его менять, соответственно, тем самым мы можем быстро делать сложные вычислительные операции. И оказывается, это может быть полезно в ряде задач. Если более технически говорить, чтобы построить квантовый компьютер, нам что нужно? Нам нужно большое количество кубитов, это, собственно, наш регистр. Чем больше у нас кубитов, тем более сложную задачу мы можем решать. И нам нужно точно делать над ними операции. Однокубитный, то есть меняющийся состояние одного кубита. Это вот на графике, например, H, это однокубитный вентиль. И делать двухкубитные вентили. Собственно, поэтому квантовый компьютер нельзя определить просто количеством кубитов. Нужно количество кубитов плюс вероятность правильной реализации квантовых операций. Поэтому, когда мы тоже в массовом сознании слышим, кто-то построил квантовый компьютер на 400 кубитов. Совершенно неважно, сколько там кубитов, пока мы не знаем число, которое характеризует качество операции с кубитами. Как только мы знаем эти два числа, мы можем понимать, какие задачи реально квантовый компьютер может решать. И сегодня сложность есть в построении квантового компьютера. С чем она связана? С тем, что мы пока не нашли такую элементную базу для нашего квантового компьютера, которая позволяла бы быстро масштабироваться. То есть тот факт, что мы в классических компьютерах определились, что элементной базой будут кремниевые транзисторы, кремниевая микроэлектроника, позволил быстро развиваться. В квантовом компьютере нам нужно все еще найти физическую платформу, элементную базу, на которой квантовый компьютер будет развиваться, которая сочетает в себе возможность сделать много кубитов, но без потери качественного контроля над ними. И вот здесь несколько иллюстраций. Это прототипы квантовых компьютеров, которые реализованы в российских лабораториях. Это СР-проводниковые квантовые процессоры, МИСИС, РКЦ, ФИСТЕХ. Это атомные и фотонные квантовые компьютеры, разрабатываемые коллегами в МГУ. И ионные квантовые компьютеры. С точки зрения количества кубитов сегодня ионные и атомные, они демонстрированы наибольшей характеристикой. Это 16 кубитов. В случае иона в качестве реализации квантовых операций в районе 95%. Что позволяет делать разные квантовые алгоритмы даже. Чуть более подробно это коллегия из МГУ. Вот, собственно, их два квантовых компьютера на атомах и на фотонах. И вот с фотонными квантовыми компьютерами коллеги уже даже небольшие квантовые алгоритмы делают. Они моделируют простые молекулы. Это ионы квантовых компьютеров, в которых 16 кубитов. Вот здесь представлены его характеристики. Выглядит, как вы видите, не как обычный привычный нанос-суперкомпьютер, не в серверной стойке. Это оптический стол. Каждым кубитом является отдельный ион. Лазеры их охолождают, лазеры их контролируют. И тоже с такой системой можно делать квантовые алгоритмы. Я не буду подробно останавливаться, но, в общем, что-то типа, скажем, поиска по непорядочной базе данных можно реализовать в таких системах. И сверхпроводниковый квантовый процессор. Это разработан коллегами из FISTECH и MISIS, который можно использовать уже для небольших задач машинного обучения для классификации. Это вот текущий статус. То есть в России создаются системы пока с десятками кубитов, которые начинают использовать для того, чтобы запускать простые алгоритмы. Пока речь не идет о превосходстве над классическим суперкомпьютером, но с увеличением количества и качества кубитов мы, собственно, и движемся в эту сторону. А вообще квантовое превосходство – это такой очень, я бы сказал, тонкий вопрос, что такое квантовое превосходство. Возможно квантовым компьютерам решить ту задачу, которую не может решить классический суперкомпьютер. И вот такая демонстрация впервые была показана коллегами из Google, но потом был найден эффективный классический алгоритм симуляции. И вот несколько лет назад коллеги из Китая воспроизвели этот эксперимент с большим количеством кубитов. И на сегодняшний день статус такой – квантовые компьютеры решают вычислительные задачи некоторые, абстрактные, быстрее, чем классические суперкомпьютеры, но эти задачи не являются напрямую полезными. То есть они являются такими, скорее, тестовыми бенчмарками. Чтобы обогнать суперкомпьютер в полезные задачи, нам все еще вычислительных мощностей. А квантовый компьютер ни в России, ни в мире пока не хватает. А какие бы вообще в целом это могли бы быть классы задач? То есть зачем квантовый компьютер нам может быть полезен? Это задачи сложной комбинаторной оптимизации, когда количество возможных вариантов решения задачи быстро растет с увеличением размерности. Приходит в голову, например, задача к МВЖОРе, которому нужно пройти точки, разные города, у него есть разные маршруты, ему нужно составить оптимальный. Это комбинаторная оптимизационная задача. Для такой квантовый компьютер, по всей видимости, можно использовать и добиваться какого-то ускорения. Это обучение нейронных сетей, задача машинного обучения. Это задача первопринципного моделирования химических соединений, отдельных молекул. С материалами гораздо сложнее, если говорить о первопринципном моделировании. Но тоже это потенциально возможно. То есть возможно решать при помощи квантового компьютера модели, на которых основаны материалы, например, такие модели, как модель Хаббарда, скажем. Но это, повторюсь, если с отдельными молекулами пока к этому начали подступаться, с материалами пока сложнее. Если говорить о квантном скачке, то когда квантовый компьютер промоделирует что-то в области материала впервые, это будет большая и важная часть нашей области. И также задача, связанная с криптоанализом, квантовый компьютер, помимо его позитивных приложений, это инструмент для взлома традиционно-криптографических алгоритмов, об этом нельзя забывать. Это Питер Шор, который, собственно, показал, что квантовый компьютер, если будет создан и когда будет создан, то он сможет ламать популярные алгоритмы криптографии типа RSA, поэтому нам необходимо переходить на устойчивые решения, это либо так называемая квантовая коммуникация, то есть квантовая криптография, это буквально другая квантовая технология, которая противостоит квантовому компьютеру. Или постквантовый алгоритм, это новое поколение алгоритмов, которые устойчивы от атак с квантным компьютером. Чуть более подробно, что добивается схемии, схемии моделируют простые молекулы, например, H2, литий, Hb или H2. Литий, H мы уже можем промоделировать на ионном квантовом компьютере, который нам разработан, но, конечно, цель моделировать те молекулы, сложные, которые не подаются классическому моделированию, к этому мы идем и с точки зрения железа, и с точки зрения алгоритмов. Оптимизация, опять же, я уже упоминал, возможность решать сложные комбинаторно-оптимизационные задачи, каким путем? Мы кодируем информацию в состояние квантовой системы, когда квантовая система релаксирует к основному состоянию, мы путем измерения ее основного состояния получаем ответ на поставленный оптимизационный вопрос. Здесь, опять же, есть первые попытки решать задачи, пока без превосходства, но задачи типа комбинаторно-оптимизации. Задача машинного обучения, тоже упомянула, это, скажем, более быстрое обучение отдельных слоев глубоких нейронных сетей, опять же, это одно из возможных первых применений квантовых компьютеров. Где это сейчас, наверное, сходится все эти направления вместе, это поиск новых лекарств, когда нужна и химия, то есть структура молекул, и оптимизация их взаимодействия, скажем, с белками, и машинное обучение с точки зрения того, чтобы генерировать большое количество различных молекул. Вот сегодня дизайн лекарств, это, наверное, одно из направлений, где квантовые компьютеры пытаются выйти в некоторую практическую плоскость. Вот, мы активно взаимодействуем с индустрией, то есть помимо работы над квантовым компьютером, мы видим, что в мире активно индустрия интересуется уже сейчас его возможностями, да, и в мире есть большое количество проектов сотрудничества. Мы тоже занимаемся этим, занимаемся с Росатомом не только строительством квантового компьютера, но и поиском для него задач, которые он мог бы решать, какие бы задачи. В первую очередь, какие задачи чуть позже, тем не менее, очень важно думать не только о том, чтобы самоустройство построить, да, о том, чтобы сделать его полезным инструментом, например, для задач, связанных с оптимизацией, моделированием и связанными между ними. Наверное, я здесь перейду к такому одному из важных, на мой взгляд, вызовов, да, который стоит перед нами. Все, что упомянуто про квантовые вычисления, с какой-то точки зрения это, то есть упомянуто именное применение, то, что нам стало известно за последнее время. На самом деле, скорее всего, количество потенциальных приложений квантового компьютера гораздо больше, просто нам на данный момент неизвестны квантовые алгоритмы для решения такого типа задач. И вот один из главных вызовов, наряду с самим строительством квантового компьютера, это найти и реализовать алгоритмы для вот таких систем. И я перехожу к главному слайду. Спасибо вам большое за внимание. Аплодисменты.